Но самое-то интересное, что Снегурка была в мини-юбке И дальше за мини-юбкой там уже пошли чулки ажурные Вообще зима в Афгане, ребята, это такое время, когда ты отдыхаешь Ты понимаешь, что папе Ротному опять это не понравилось Он сказал, что всех девочек убрать с ёлки Добрый день, мои дорогие друзья, ребята Ну что, ребят, плавно въезжаем, влетаем в год тигра дикого Поэтому вот эта тема, кошачьих, которые тоже родственники тигров Они, безусловно, будут нас сопровождать в новом 2022 году Друзья мои, этот небольшой фильм я просто хочу посвятить празднованию Нового года в Афганистане Как мы в декабре 1985 года готовились отметить Новый 1986 год В принципе, были интересные моменты, ребят Вот когда в ожидании вот этого Нового года Безусловно, это новые мечты Новые какие-то идеи Новые вообще горизонты для каждого солдата Который был, находился в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане Но прежде всего скажу про моих дедов Практически все они уже к началу декабря улетели домой С Кабульского аэропорта, с аэродрома, с военного Или на Ил-76, или на Тушках, на Гражданских Все улетели домой Но вот мой друг, дед Который у меня в романе, Леня Сердюков На самом деле он, оказывается, Валерка Сердюков Подсказали мне тут мои деды Которые звонят мне с ребятами Перезваниваюсь, общаюсь Оказывается, это Валерка Сердюков Водон улетел из Афганистана, насколько я помню Или 30-го, или 31-го декабря 85-го года То есть парня, в общем-то, поднаказали Он ходил тут в шинели, туда-сюда Разминал новые сапоги Ждал самолету так каждый день И все откладывалось, откладывалось у него Ну вот, вроде бы, 30-го декабря С чемоданчиком роту построили И Валерку проводили до выхода из части Как говорится, дальше он один там Одинокий дембель побрел на аэродром В самом конце декабря Все дембеля уже уехали, улетели домой А что у нас? У нас, ребят, тоже новые горизонты Мы в конце сентября стали уже черпаками Готками, которые находились уже в Афганистане Больше полугода Уже такие опытные, почти рексы ВДВ Каждый из нас, вот мой призов Мы тайно, конечно, мечтали стать младшими сержантами И командирами отделений Почему? Да потому что Когда ты становишься командиром отделения А перед Новым Годом Давали новые звания всегда Это аж один из праздников То есть, когда ты становишься комодом Командиром отделения Пускай даже у тебя в подчинении Там 5-6 воинов, бойцов рядовых Ты уже становишься дежурным по роте Когда ты заступаешь в наряд И ты уже не топчешь ногами своими Керзовыми, сапогами, берцами Не топчешь колючку Каждую ночь Если роты не на боевых То есть, ты уже освобожден от несения службы Караульным, часовым В боевом охранении То есть, твои ноги уже скажут тебе спасибо Потому что уже через полгода Это становится невыносимо Очень много боевого хранения Ну и поэтому охота была стать сержантом уже Младшим сержантом Ну, кто-то стал, кто-то не стал Стал мой друг Володя Корнячук Он потому что получил контузию после подрыва Получил медаль за отвагу Как раз, как раз, вроде бы перед самым Новым годом Пришли медали И поэтому в первую очередь из нашего призова Получил звание младшего сержанта Именно Володька Но он достойный был Воин Потом он стал офицером И несколько лет назад он погиб Ну, конкретно я не помню Там какая-то автокатастрофа была Во время службы То ли УАЗ перевернулся То ли еще что Я точно не знаю Был уже майором Итак, Новый год ВДВ Значит, я как ротный художник Ну, негласно меня идет Папа ротный назначил И замполит это дело курировал Поручили мне нарисовать плакаты Нарисовал я плакаты На котором был, значит, десантник На берете Берет на затылке И рядом стоит снегурочка И вот я где-то замполит Гуашево краски добыл Вот я нарисовал такие длинные плакаты На ватмане на белом Практически в полный рост Снегурочка и дембель Десантник с медалью за отвагу Со всеми нашими знаками Усатый И в звании, кажется, сержант И вот он стоит с каким-то тортом Рядом с ним стоит снегурка Снегурка в русском Вот в таком, значит, головном уборе Специальном, как вот Корона такая, да, у царевны Ну, а самое-то интересное Что снегурка была в мини-юбке И дальше За мини-юбкой Там уже пошли чулки ажурные Черные итальянские На резинке, ну, вот как я себе их представлял Как по воспоминаниям юности И все это уже висело на стене С Новым Годом Еще один плакат отдельный Как такой маленький младенец Новогодний Такой ребенок Спускается на парашюте У него тут на комбезе 1986 Он спускается с автоматом на парашюте Здесь дувалки нарисованы Кабул С Новым 1986 Папа Ротный заходит в кубрик И, конечно, обалдевает От вида снегурочки Ну, что вы думаете? Ну, заставил он мне в приказном порядке Или, говорит, сейчас еще порву И десантника, и снегурочку ваших Ну, Роте, конечно, все и нравилось Девка красивая получилась Деваха Девица русская Белокурая, вроде бы блондинка Все, решил обрезать ножницами И приказал ротный Как раз по окончании мини-юбки То есть все, все ажурные чулки Вот эти Ноги в ажурных чулках Соответственно, мы уже не увидели Там поставили какую-то тумбочку дневального Какую-то тумбу поставили То есть получилось, что Ну, все, все прелести женских ног Этой девицы Они были обрезаны и уничтожены Я бы, конечно, был бы офицером Я бы и глазом бы не моргнул Но вот папа приказал все это безобразие убрать В принципе, все остальные рисунки были приняты на ура Все было классно Вообще, зима в Афгане, ребята Это такое время, когда ты отдыхаешь Ты понимаешь, что ты пережил лето А лето это в Афганистане Период интенсивных боевых действий Когда все интенсивно воюют Идет поиск врага Вот чем отличается война за свое отечество То, что там сам враг появляется А здесь можно врага искать Искать, добывать разведданные и уничтожать Конечно, это рейдовая война И она многим офицерам не нравилась И зимой никто не воюет уже Потому что местные жители Маджахеды, душманы, партизаны Как хотите их называйте Они отдыхают в кишлаках И существовало негласное правило Всем отдавать отдыхать зимой Еще перед самым Новым Годом Нам выдали новую форму ППШ Мы как курсантики военных Учились в тепленькой формочке Сапоги выдали новые Берцы мы сдали На время зимы портяночки Новенькие, тепленькие С начесом Ну, то есть Горцевали шапки новые Все Ничто не предвещало Абсолютно ничего Не предвещало Никаких Каких-то пасмурных новостей Мы годки Дембеля уехали Приехало несколько пацанят Молодненьких Которых Надо было учить Уму-разуму Но Мы не вмешивались Их учили Уму-разуму Бывшие наши Черпаки Которые стали дедами Это Игорек, Смирнов Там И вот это все братья Они стали дедами Уже Они действительно Уже были опытные солдаты Все Примерно числа 15-го или 20-го декабря С Витебска Прилетел Ил-76 Доверху набитый Настоящими Зелеными Живыми Ну, только что Срубленными Елями Небольшими И сосенками И в каждом кубрике В каждой роте Стояла Живая елка В том числе Деды Новые Принесли Это все Шли в полтинник В клуб полтинника Под роспись Получали елку И в нашем кубрике Была установлена Зеленая елка Было очень красиво Запахло, конечно Родиной запахло Ну, Витебск Да, Советский Союз Белоруссия То есть Привезли Прямо Из нашей дивизии То есть Какой-то там Батальон Материального Обеспечения Или взвод Какой-то Который оставался Витебский Десантный Он Заготовлял Вот эти елки Специально Для братьев Своих Которые Сейчас Находятся В Афганистане В общем Поставили елочку Ведро с водой С песочком Повесили фотографии Девочек Туда Все Солдаты Ну, там все были Девушки Которые уже не ждали И которые еще ждали То есть Это место игрушек Было Папе Родному Опять это не понравилось Он сказал Что всех девочек Убрать с елки Вообще Женские Женские личики Почему-то его раздражали Нашу папу Родного И что самое Прикольное И приятное Что 31 декабря Примерно Часов В 9 Или в 10 Вечера Перед Новым Годом Когда стемнело Окончательно Уже все Ночь опустилась На Кабул Пошел Снег Друзья В новогоднюю ночь Я не прикалываюсь Я ничего не придумал Пошел Натуральный С большими Хлопьями Белый Снег Ну Снег Вот тигр Тигр пожелай ребятам Удачи в новом году Белый снег Он всегда Предвещает Друзья Ну Успокоение Какое-то Какое-то Хорошее настроение Такое В общем Мы даже успели Поиграть в снежки В эту ночь Потому что Отбоя не было Как таково Ротный И комбат Разрешили Каждой роте Накрыть столы Да Сейчас друзья Тигр Тигр Свобода Это вещи Неразрывные И мы В общем отдыхали Конечно Ни капли спиртного Си-си Какой-то тортик Сделали Импровизированный Опять Ну в общем-то Ребят Никаких изысков Абсолютно В основном Пили крепкий чай Печенюшки Со сгущенной Со сгущенкой Сливочным маслом То что Сохранить Удалось Сушено И все И си-си Вот так отмечали Новый год Одна гитара была В роте Взводный заходил Что-то поиграл На гитаре Наш старший И вот мы успели Поиграть в снежки Еще ночью Конечно Было построение Проверка Чтобы все были На места Чтобы под Новый год И кто-то не ушел В гости Какой-то девушке Или еще Конечно Все проверили Вот такая штука была И буквально Я сейчас точно Не вспомню Парни Первый или второго Января Подняли Опять по тревоге И вся дивизия В полном составе Рвануло в горы То есть начались Началась Боевая операция Мы ехали долго Но Тряслись В этих В Кунгах Очень было холодно В горах Поднимались Куда-то наверх Но Наверное Полсуток Тряслись Где-то Включая Вот эти все Привалы И так далее Пищу на кострах Что-то жарили Как смутно Все это помню Помню Что был зверский холод В горах Приехали К какой-то Какому-то Огромному Кишлаку На какой-то Вершине Встали Потом Были Какие-то Переговоры С С Диханами Со старейшинами Вот этого Огромного Кишлака И Я не помню Что была В тот раз Войнушка Какая-то Мы двинулись Обратно домой В общей сложности Мы мерзли Дней 6-7 Вернулись В расположение Слава Богу Автомат Даже не стрелял Мой И вот Совсем недавно Буквально В прошлом году Когда я был У своего командира Взвода В гостях В Рязани У нашего командира Взвода У Николая Он с нами Ходил На боевые Но там Маленькая рота Все взводные Все наши Они все взводные Одна семья И он сказал Саш Мы тогда Ходили зимой На Паншер А мы не знали Куда мы ходили Нас загрузили Было очень холодно Мы ехали Просто в горы В машинах Тряслись Вертолеты Вообще не помню Что бы над нами Баражировали Потому что Ну мороз Трескучий Вот такие дела Вот такой Новый Год Парни Еще помню Что замполит Раздал всем Открытки С Новым Годом Где-то он достал Очень красивые И нам дали Действительно Время Чтобы мы Прямо Начиная Где-то с 15 Числах Декабря Уже писали Письма И открытки Родителям Домой И эта открытка Где я поздравляю Родителей С Новым Годом Она сохранилась Но сейчас В торопях Я ее не достал Ну все Ребят Всех обнимаю С наступающим Годом Тигра Всем Тигриного Мощного Здоровья Все Обнимаю Ребят Пока-пока С вами Ну с вами Я Редактор субтитров